Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Ирина Кошкина. Ирина Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! Ирина Николаевна, какой объем господдержки в этом году предусмотрен для сельхозпроизводителей Чуваши? На этот год сельхозпроизводителям Чувашской Республики предусмотрено господдержки в размере 2,7 млрд рублей. На сегодняшний день мы уже перечислили 1,4 млрд рублей. Это на 35% больше к уровню прошлого года. Основная доля господдержки у нас идет на возмещение процентных ставок по кредитам, по несвязанной поддержке, это что мы уже довели, и по килограмм произведенного реализованного молока. Хочу отметить, что господдержку мы предоставляем предприятиям, основную массу, долю предприятиям, конечно, от произведенного объема сельхозпродукции. То есть те предприятия, которые больше обрабатывают земельные площади, больше производят молока, мяса, которые рискуя вкладывают кредитные средства, привлекают кредитные средства и обновляют производство, расширяют производство, создают новые рабочие места, конечно, мы вот этим предприятиям предоставляем господдержку, объем он больше. Все это регламентировано нашими нормативными документами, и мы в соответствии с этими документами производим вот эти выплаты. Ирина Николаевна, вот 4 года работает программа по поддержке начинающих фермеров и строительства семейных животноводческих ферм. Расскажите подробнее об этой программе. Наша программа по поддержке начинающих семейных ферм в декабре месяце мы отправили ее в Минсельхоз России для отбора. В этом году нас тоже отобрали в числе победителей, наша республика также оказалась. И нам были выделены денежные средства с федерального бюджета и, конечно, с бюджета нашей республики для поддержки именно вот этих фермеров. По начинающим фермерам в этом году для участия в конкурсе было подано 169 заявок. На сегодняшний день мы отобрали уже 33 фермера в этом году. По семейным фермерам было подано 17 заявок, отобрали 7 заявок для как раз получения гранта. Частично мы уже гранты выплатили. Сейчас мы ждем поступления следующего гранта, суммы гранта от раньше с федерального бюджета. И после этого, конечно, мы доведем в течение недели, постараемся довести до наших фермеров вот эти гранты. Но хочу сказать, что федеральные денежные средства выделяются и для того, чтобы обеспечить необходимый уровень, правительство нашей республики, конечно, уделяет большое внимание наших фермеров. И также денежные средства за счет республиканского бюджета также выделяются необходимым уровнем, сколько это нужно. И в итоге у нас окажется, что всего по программе начинающих фермеров у нас участников будет 184. По семейной ферме это количество составит 23 фермерских хозяйства. Общая сумма поддержки у нас по итогам вот этого года, она составит порядка 318 миллионов рублей. Ирина Николаевна, вот вы сказали, что 169 заявок подали, 33 получили поддержку. То есть каждый пятый практически отобрали. По каким критериям вы отбираете? По каким критериям мы отбираем? Конечно, у нас есть конкурсная комиссия, которая очень беседует с этими фермерами. Во-первых, они изучают документы, которые представили наши фермеры для участия в данном конкурсе. Это эффективность бизнес-плана, который представил фермер, это рентабельность. Это создание новых рабочих мест, это заработная плата, достойная заработная плата. На это обращают внимание. Также мы смотрим на деловую репутацию вот этого фермера, на кредитную историю в банках, какая кредитная история. И, конечно же, фермер в ходе беседы с членами конкурсной комиссии, он рассказывает очно уже, что он собирается делать с этим грантом, как он собирается развиваться. Каким образом отличить можно человека? От того человека, который хочет заниматься сельским хозяйством, хочет развиваться, и от того человека, который просто хочет получить федеральные средства, или государственные средства, бюджетные. Да, вопрос, конечно, очень существенный, очень правильный вопрос мы считаем. Но когда ферма приходит, мы, естественно, с ним беседуем. Во-первых, если человек хочет работать, если он хочет уже серьезно заняться фермерством, должно быть какой-то минимальный набор уже основных средств должен быть. У него должна быть земля, земля не просто там в пользовании, надо, чтобы это было зарегистрировано государственными органами, то есть собственность оформлена, или же в аренду более трех лет хотя бы, чтобы мы знали, что фермер на самом деле, он работает, и земля у него будет как бы всегда под рукой, и никто эту землю у него в последующем не заберет. То есть должна быть какая-то техника. Для того, чтобы обрабатывать землю, нужна, конечно, техника обязательно. Если вот какой-то минимальный набор вот этого есть, да, мы уже видим, что человек на самом деле хочет работать. А есть такие, кто получил поддержку, но не развивал дальше? Ну, если так сказать, фактически даже можно сказать, что их таких нет. Мы постоянно мониторим вот этих фермеров, которые у нас получают гранты, мониторим. У нас в министерстве есть свои люди, которые они, это ревизоры наши, они выезжают по итогам года. Случай у нас был в прошлом году, в Ибресинском районе один фермер у нас получил грант, и вовремя администрация района среагировала. Они поставили нас в известность, что фермер на самом деле на земле не посеялся. И мы вовремя приняли меры и вынудили этого фермера все-таки деньги нам вернуть обратно. Он сразу же нам вернул, но это где-то в конце года. И мы сумели перечислить эти деньги, довести до другого фермера, который на самом деле сейчас работает. Конечно, это единичные случаи, которых нам бы, конечно, не хотелось, чтобы это у нас было. Ирина Николаевна, вот мы сказали, что программа поддержки начинающего фермера, семейная животноводческая ферма, работает 4 года. За 4 года, наверное, программа не стояла на месте. Есть какие-то изменения, каждый год, наверное, что-то вносится. Да, действительно, количество фермеров у нас ежегодно растет. Вот даже по данным статистики на 1 апреля у нас количество фермеров уже составило 1326 фермеров. По сравнению с 2013 годом количество у нас выросло на 229 фермеров. В прошлом году, в ноябре месяце, Министерство сельскохозяйства Российской Федерации внесли некоторые изменения в правила предоставления грантов для фермеров. Мы считаем, что это облегчение для получения гранта. Во-первых, по начинающим фермерам внесли такие изменения, как использование гранта, увеличили срок использования гранта. То есть, если ранее они использовали грант в течение 12 месяцев, сейчас им дается возможность использовать в течение 18 месяцев. Также внесли изменения в том порядке, что при подаче фермеров на участие в конкурсе документов не должна быть просрочена задолженность по платежам налоговые органы. И следующее изменение, которое для наших начинающих фермеров, наверное, очень полезно. После того, как фермер использует грант, после использования гранта и предоставления документов Министерство сельскохозяйства России, отчета о целевом использовании, начинающий фермер может через три года принять участие в программе поддержки семейных животноуческих ферм. Повторно? Повторно. То есть, для получения гранта, ну, это дает возможность тем фермерам, которые уже перерастают с начинающих, уже работать более, как бы, в крупных масштабах. Это дает возможность. Ирина Николаевна, ну, наверное, самый актуальный вопрос сейчас, касающийся продовольственной безопасности в том числе, да. Какова доля произведенной продукции фермерами Чувашской республики во всей произведенной продукции в Чувашской республике, скажем так, сельхозпредприятиями? Да, доля произведенной продукции фермерскими хозяйствами из года в год растет. Вот это, конечно, поддержка по получению грантов тоже в этом, я думаю, что большое значение имеет. Если вот в 2009 году доля произведенной сельхозпродукции фермерскими хозяйствами, она составляла 3,2%, то в 2014 году она уже достигла уровня 8,2%. Это существенный рост. Если даже посмотреть по производству сельхозпродукции, да, по производству мяса, вот даже в течение вот 2014 года, по сравнению с 2013 годом, рост составил по фермерам 33%, по молоку рост составил 20% по производству яиц, увеличился в два раза. По количеству, по поголовью коров увеличился на 18,5%. Я думаю, что вот эти цифры, они говорят сами за себя и доказывают, что вот эта программа, она на самом деле влияет на производство сельхозпродукции в целом по республике. Спасибо большое, Ирина Николаевна, что приняли участие в нашей сегодняшней беседе. Дай Бог, чтобы наши фермеры и дальше продолжали радовать нас и качеством, и количеством продукции. А я напомню, что сегодня о поддержке начинающих ферм и семейных животноводческих ферм мы говорили с заместителем министра сельского хозяйства Чувашской республики Ииной Кошкиной. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова